Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, в студии Дмитрий Чигаев и наша передача о здоровье. Но не просто о здоровье, мы сегодня с вами рассмотрим колени, заболевания коленей, с чем это связано, каковы причины, как заниматься профилактикой, как избежать этих заболеваний и этих страданий, которые приходят в нашу жизнь. В частности, артрозы коленей. С этой проблемой сталкивается половина человечества. Мы беседуем на эту тему сегодня с нашим уважаемым гостем Игорем Аверьяновым, бакалавром натуральной медицины, автором методики «Остеобаланс» и йогатерапевтом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Итак, например, артроз колени, с чего мы сейчас начали нашу передачу, более половины человечества страдает этим недугом, если быть точнее, что после 65 лет более половины мужчин, а после этого же возраста 68% женщин также страдают артроза, и 50% женщин старше 45 предрасположены уже к этому заболеванию. Это, наверное, один из граней. А вообще, может быть, мы сначала начнем о самих коленях. Какую функцию они, казалось бы, каждый знает, какую функцию они выполняют, но тем не менее вы, как йогатерапевт, может быть, как автор методики, могли бы конкретнее что-то сказать. Да, действительно, проблема очень серьезная и достаточно масштабная. Цифра 50%, в принципе, она близка к реальности. Если брать в общем количество больных, то это каждый четвертый на планете. То есть каждый четвертый на планете имеет проблемы с уставом. Это не такая уж, скажем, маленькая цифра. Конечно, с возрастом проблема усиливается и процент это увеличивается, но если брать в общем человечестве, то это каждый четвертый. Поэтому проблема действительно масштабная, объемная и есть смысл о ней поговорить, потому что я, как остеопат, я с этой проблемой сталкиваюсь очень часто и проблема достаточно серьезная. Знаете, как настолько серьезная, что вот я недавно читал статью одного канадского терапевта, и он сказал так, что когда ко мне в кабинет входит человек с больными коленями, с артритом, мне хочется убежать из кабинета, потому что это, знаете, проблема такая долгоиграющая. Но, знаете, сейчас спрашивают, а что нужно сделать, чтобы колени не болели? И вот проще, наверное, рассказать о том, что не делать, чтобы колени болели. Вот мы об этом сегодня поговорим, потому что столько много глупости человек совершает в жизни даже с благими намерениями, но как раз через эти намерения и узнаем, куда дорога мастится. Вот наша задача как раз дать знание нашим зрителям и понять, ну хотя бы, да, что не нужно делать, кроме того, что нужно, я тоже скажу. Что нужно, хорошо, прекрасно. Сначала мы должны с вами разобрать вообще для чего нужно колено, колено встава, да, ну естественно для ходьбы, причем колено встава самый крупный и самый сложный встав в нашем теле. Я вот до того, как прийти сюда, смотрел передачу с Бубновским, и он тоже говорил о важности колено встава, для чего оно нужно. Ну простой пример, мы его здесь не будем с вами повторять, но пример очень интересный, я свиялся до слез. Взяли человека простого из зала и, значит, к ногам примотали скотчем палки. Нет колени, все, есть азобедренный сустав, есть глиноступный сустав, но коленей нет. И человек попросили походить. Ну это просто был юмор, знаете, человек вот на палках ходит. Ну еще ходить он кое-как смог, но когда попросили подняться по ступенькам, а еще хлеще спуститься по ступенькам вниз, то это, конечно, вообще был цирк, просто цирк. То есть без помощи он не смог спуститься. Но самое смешное началось, когда попросили водить шорты. Понятно. То есть дотянуться до ступ было практически невозможно, и человек так не смог цирк одеть, так может быть только с помощью. Поэтому, конечно, коленный сустав имеет важнейшую жизнь в нашей динамике, в динамике нашей жизни. И неоднократно сталкиваюсь с такими вещами, что вот человек, у которого начинаются проблемы с коленными суставами, он отражается и на его жизни вообще. То есть человек становится менее подвижным, менее мобильным. А можно сказать, какие суставы наиболее подвижные, или, по крайней мере, какие суставы наиболее задействованы в нашем теле? В движении? Да, в движении. Конечно, коленные суставы самые подвижные. Если говорить о движении в общем, то мы больше всего ходим с вами, перемещаемся. Ну, может быть, кто-то больше что-то руками делает. Но основное движение, которое мы совершаем, это ходьба, бег и так далее. Поэтому, конечно, колени самые подвижные суставы. И на них-то приходится основная нагрузка во время движения. Поэтому колени, конечно, надо беречь. Прежде чем мы перейдем с вами к проблемам болезни и проблемам профилактики коленовства, мне бы хотелось немножечко хотя бы рассказать, как он устроен. Потому что тогда легче будет нам понять. Понятие. Понятие. Принцип, да. Что же выходит из строя? Да. Или что же там болит такое? Да, да, да. Когда там нечему болеть, кажется. Ну, вот кажется, что да. Кстати, что интересно, что иногда действительно люди думают, что кость болит. Вот когда у человека начинается боль в суставе, он иногда говорит, что у него артрит, там кость болит. Но дело в том, что не кость, не хрящевая ткань, не иннервируется. То есть кость не болит. Болят всегда прилежащие мягкие ткани. Это тоже важный момент, который нужно учесть. Как же устроен наш коленный сустав? Достаточно сложная механика. Без великого разума здесь не обошлось. Потому что настолько все сложно. Вообще, когда смотришь, только что-нибудь. Вообще, как оно держит, непонятно. Да, да, да. Вот, значит, смотрите, что у нас входит в коленный сустав. Первое – это бедренная кость. Вот эти два выступа называются мышчалки. Они имеют такую округлую форму. Далее, значит, есть еще в составе сустава еще большеберцовая кость. И тут же видно малоберцовая кость. Но в состав сустава коленного она не входит, но задействована. Давайте дальше посмотрим. Ну, есть еще надколенник. Давайте дальше посмотрим, какое устройство сустава. Значит, здесь мы видим таких два полумесяца. Это вот эти пресловутые мениски. Да. Которые часто у людей рвутся, трещины появляются. Вот они, эти мениски. Дальше что? Значит, бедренная кость имеет два таких круглых мышчалка. Большеберцовая кость имеет два плата, в которые как раз упираются эти два мышчалка. И здесь мы видим вот эти два мениски, которые представляют собой хрящевые пластиночки в форме полумесяца. И плюс две пары важнейших связок в суставе. Две крестообразные связки. Видно, что вот это передняя крестообразная связка. И с той стороны, видно, идет задняя крестовая связка. Итак, значит, коллатеральная малоберцовая и коллатеральная большеберцовая связочка. Вот так вот примерно устроен наш сустав, чтобы можно было дальше говорить нам о том, что же происходит там, когда сустав болеет. Значит, теперь мы поговорим с вами о том, как сустав движется. То есть мы знаем, что сустав у нас в коленном суставе сгибается в одной плоскости. В одной плоскости. Если посмотреть… В нормальном состоянии, скажем так. В нормальном состоянии, да. В нормальном состоянии. Если посмотреть внутрь сустава, что происходит, то мы увидим, что, значит, вот эти два мышчалка бедренной кости, упираясь в плата, в два плата большеберцовой кости, совершает вот такое накатывающее движение. Это движение можно сравнить с движением шариков в подшипниках. То есть в подшипниках трения нет. В подшипниках есть только элемент наката шарика на какую-то поверхность. Для чего это необходимо? Чтобы исключить процесс трения или стирания ткани. Здесь та же самая история. Для чего нужны мениски? Ну, естественно, вот эта плата, да, а это мышчалок бедренной кости. Это плоская поверхность, это поверхность округлая. При давлении округлой поверхности в плоскую, что происходит, очень сильная компрессия. И таким образом вот эти два мениска, они, обтекая мышчалок бедренной кости, состоят некую прослойку, амортизирующую движение вот этого мышчалка по плату бедренной кости. Если бы их не было, тогда бы сустав очень быстро стирался. Вот так примерно устроен наш с вами сустав. То есть фактически это подшипник. Подшипник своего рода очень хорошо продуманный, очень хорошо сделанный. И связочный аппарат, который держит этот сустав в состоянии мобильности, в состоянии плотных взаимосвязей, в состоянии стабильности. И говоря о проблемах коленного устава, мы можем выделить две основные причины заболевания коленного устава. Первое – это травматическое, и второе – нетравматическое. То есть у человека бывает так, что он не бегал, не прыгал, никуда не падал, и вдруг у него начинает болеть сустав. Как правило, это 80% заболеваний, нетравматическое. Поэтому мы… То есть 80% – это нетравматические причины. Что выделяет еще как бы три момента, да? То есть это воспалительное, дистрофическое, травматическое. Да. Воспалительное и дистрофическое, проще говоря, артрит и артроз – это как раз нетравматическая причина. Хотя есть посттравматический артрит, но мы его рассматривать не будем. Игорь, если мы говорим о том, что всего лишь 20% – это результат травмы какой-то, а 80% – это заболевания. А вообще заболевания, которые происходят в суставе, в коленном суставе, это как бы оно происходит самостоятельно, либо это является следствием каких-то других, может быть, заболеваний? Всегда следствием. Всегда следствием. И вот как раз мы сегодня с вами рассмотрим основную или главную причину. Простите, если я забегаю чуть вперед, но вы меня распалили своей картинкой. Понравилось, да? Мы посмотрим с вами еще раз, еще неоднократно эту картинку, вспомни эти слова. Значит, первое, что с травматической все понятно. То есть как это вот в фильме шел-шел, упал, очнулся гипс, все, человек споткнулся. Что в этот момент может произойти? Может произойти три вещи. Первая вещь – это перелом или трещина, которая может произойти и в надколеннике, и в бедренной кости, и в большеверцевой кости. Поэтому, если случилась травма колена, первое, что необходимо, не примочки делать, никакие навязки наклада, сделать рентген. То есть, по крайней мере, на рентгене исключить трещину или перелом. Понятно. Дальше мы уже работаем по другому принципу. Если этой проблемы нет, значит, дальше мы работаем уже немножко с другим. Второй момент, который может случиться во время травмы – это растяжение или разрыв связок. Хуже всего, конечно, когда рвутся крестообразные связки. Хуже всего, потому что они меньше снабжаются кровью, они тяжелее всего заживают. И часто, кроме как оперативным методом… Они крупные достаточно. Они крупные, мы ничего там сделать не сможем. Вот колатеральные или боковые связочки, они хорошо омываются кровью от ближайших тканей. То есть, там гемодинамика достаточно приличная, поскольку там рядом мышц проходит. Вот. Поэтому они быстро заживают. А вот крестообразные связки, они, конечно, достаточно долго заживают. И если эта проблема случилась, то происходит серьезная проблема. Чаще всего происходит травма передней крестообразной связки. Вот такая разъясная рисунка происходит. Ее видно здесь. Для чего нужны связки? Если мы посмотрим механику сустава, то мы видим, что, в принципе, мышелки бедренной кости, они могут двигаться по плату большеберцов в любом направлении. И если они будут двигаться свободно, то это усилит трение. Поэтому роль связок какова? Вот. Какой глагол происходит от слова «связка»? Связка. Тогда ограничивать. Ограничивать. Понимаете, все очень просто. То есть, связки поддерживают стабильность коленов и нестала. Все правильно. Это нужно знать каждому. А не только специалисту остеобаланса. И так. Да, и ведущему балансу. И ведущему балансу, да. Вот смотрите, от какого движения, или какое движение ограничивает передняя крестообразная связка? От смещения бедренной кости назад по отношению к большеберцовой. Сразу вспоминаю, кузнечик к ленками назад. Да, да. Дальше. Задняя крестовая связка. От какого уберегает она смещение бедренной кости? Вперед по отношению к большеберцовой. И, соответственно, коллатеральные боковые связочки. От чего они защищают? От ротационных смещений и боковых смещений во фронтальной плоскости этого сустава. Вот для чего нужно нам связаться. От теории это все понятно. Но идешь, идешь. Или там, да, шагаешь, шагаешь, бежишь, бежишь, и все. Или там живешь, живешь. Все, оно заныло, заболело. Да, 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 да. Вот об этом мы сегодня как раз с вами поговорим. Я просто хочу, чтобы для начала вы поняли именно анатомию сустава. А чтобы нам дальше уже можно было говорить на одном языке. Потому что говорить просто так, это сотрясательно. Слишком много вы от меня хотите пока. Ну ничего, со временем все поймете. Итак, функции связок только одна. Удерживать стабильность сустава. Избегая чего? Трения. Трения. Потому что чем больше трения в суставе, ну как в подшипнике. То есть для чего нужен вот эта вся сложная система подшипника? Шариками, роликами и так далее. Только для одного. Чтобы избежать трения. То есть процесс накатывания и процесс трения, да, это совершенно разные процессы. И в первом случае ткань сохраняется, да, или там какой-то материал металл, к примеру. В втором случае она очень быстро стирается. То есть если в подшипнике какой-то один шарик перестает вращаться, он тут же выбивает весь полностью подшипник. Подшипник быстро стирается. Вот для чего нужны связки. Поддерживать стабильность и уменьшить трение вот этих суставов. Так, и так мы заговорили о том, что если вдруг произошла какая-то травма, то первым делом нужно сделать рентген. Для того, чтобы исключить какие бы то ни было внутренние повреждения, которые мы сразу не сможем понять. Да. Второй момент. Если случилось растяжение связки, что делать в первую очередь? Связку нужно сократить за счет холода. То есть если у вас случилось именно растяжение, пусть это не травма, это может быть не ушиб, не перелом. Но именно растяжение связки лечим только ходок. А как отличить растяжение, кроме рентгена, или только рентген? Растяжение, либо вот непосредственно повреждение. В efficiency только по ощущениям болевым ощущениям. И как ни странно, организм наоборот ограничит движение сустава. То есть растяжение не означает, что он будет болтаться. Наоборот, организм мышцами скрипит, и связками скрипит сустав, чтобы ограничить в нем движение. Поэтому только через боли почувствуйте растяжение. И третье, что может случиться, это, наверное, самое неприятное, то есть связочки они еще могут зажить. Кстати, если это случилось, если это проблема в связках, то в этом случае что нужно сделать? Во-первых, холод, то есть нужно взять лед, пакетик и сразу обернуть колено, чтобы связочки сократились. И второй момент, нужно обязательно подобрать в ортопедическом магазине артез, так называемый. То есть артез – это бандаж для коленного встава, то есть ограничить коленный встав, ограничить движение коленного встава. Ну, оно облегчает нагрузку. Облегчает нагрузку. Кстати, вот эти бандажи или ортезы, они также необходимы время заняться в спортом. Вот часто люди игнорируют, вот идут, например, в качалку, в какие-то другие спортивные секции, йога и так далее. И если они слишком мобилизуют движение коленного встава, то встав быстрее сотрется. Лучше всего, если будет какое-то ограничение, например, тот же самый ортез или бандаж для коленного встава. Это тоже ваше момент. И самое неприятное, что может случиться в травматической ситуации, это, конечно, разрыв или трещина в мениске. Это, конечно, самая неприятная вещь. И тут, конечно, без оперативного вмешательства сделать что-то трудное. Потому что сама психрящевая ткань практически не имеет кровеносных сосудов, то есть она не обеспечена капиллярами. Хотя по краешку мениска, по краешку есть, проходит капиллярная сеть небольшая, потому что она называется красная полоса капилляра. А вот внутренняя полоса называется белая полоса. Здесь практически капилляров нет. И если, допустим, разрыв или трещины произошли во внешней части мениска в случае травмы, то шансов хорошее. Но если мениск, разрыв, произошел на внутренней стороне, то в этом случае придется вмешиваться оперативно. Тут ходить костяпатом, коммунальный терапевтом, только терять время и деньги. Чаще всего проще сделать оперативную. А можно вообще без мениска прожить? Да, можно живут люди без мениска, но нужно понимать, что в этом случае, если нет мениска, что мы имеем с вами? То есть, еще раз возвращаясь к этой картине, для чего нужен мениск? Для того, чтобы уменьшить давление округлой части мышелка, бедренной костили. Мы с вами говорили о том, чтобы нивелировать этот трение. Да, он служит подушечкой-амортизатором. И поэтому, конечно же, можно прожить без мениска. Естественно, что если связки целые, то сустав никуда не денется. То есть, мышелок, он так и будет здесь находиться, в этом месте. Но нужно понимать, что трение и давление на плату усилятся. Поэтому это самое, конечно, крайнее. Но сейчас артероскопия достигла хороших результатов, и можно поставить... Хорошо, вот, Игорь, смотрите, нет травм. Вот явных травм не происходило, да? Мы с вами, вы уже сказали о том, что это 20% травматические какие-то последствия. 80% от чего происходят какие-то заболевания? Что происходит в этом суставе? Как мы не так живем, что суставы рано или поздно начинают беспокоить нас? Вы говорили четверть населения, но четверть населения – это всего возраста. Статистику, которую мы говорили, что после 50-ти все это практически половина. Половина всего человечества. Это точно, и точно. Итак, сейчас мы с вами перейдем к нетравматической причине. Да, как мы уже с вами заметили, существует две формы заболевания сустава. Но есть ревматоидный артрит – это сложнейшее системное заболевание, которое тоже работает достаточно успешно. Это заболевание, связанное с нарушением обменных процессов, гормональных фон и так далее. Это сложное заболевание, и в принципе сустав здесь даже ни при чем. Тут немножко другие механизмы работают. Мы поговорим с вами о более простом варианте заболевания – это остеоартрит и остеоартроз. Это непосредственно болезнь самого сустава, локальная болезнь самого сустава. Итак, мы с вами затронули такую тему, что существуют воспалительные процессы и дегеративные процессы. Люди иногда говорят, вот у меня артроз или у меня артрит. Но как понять, что у меня артрит или артроз? И вообще в чем разница? Вот хотелось бы понять. Все очень просто. Любое заболевание, в конце которого стоит окончание ИТ, означает воспаление. А заболевание, которое в конце имеет окончание ОС, означает дегеративные процессы. Чем отличается? Воспалительные процессы, они спонтанно обратимы, если вовремя принять какие-либо меры. Они обратимы. Дегеративные процессы, как правило, уже необратимы, считаются необратимы, по крайней мере в медицине. Хотя есть, конечно, я лично, мое мнение, что любая ткань способна к регенерации. Главное, убрать причину, по которой она это сделать не может. Вот. Итак, что же приводит к проблеме остеоартрита или остеоартроза? Ну, что такое остеоартроз? Это уже следствие остеоартрита. То есть, если в суставе возникло воспаление, если мы не предприняли никаких мер, то есть не восстановили сустав, рано или поздно тканье будет переживать процесс дегенеративный. И тогда уже перейдет процесс остеоартроза, что, конечно, уже более необратимо и сложно излечимо. Как определить, что у нас артрит или артроз? Ну, во-первых, артрит, он всегда сопровождается сильными болями и воспалительными процессами. То есть, сустав опухает, краснеет, боли острые, четко локализованные. Если уже болезнь перешла в форму артроза или в форму дегенеративных процессов, то в этом случае сама боль немножечко утихает, потому что ткани с серными окончаниями замещают соединительные тканью. Они уже не так болят, но, естественно, что и сустав начинает быстрее разрушаться. Как определить, есть, нет? Очень просто. Нужно лечь на живот и согнуть больную ногу в колени. Если у нас голень поднялась в 90 градусов и больше, то есть угол меньше 90 градусов, то это еще пока артрит. Если мы уже не способны согнуть ногу до угла 90 градусов, то это уже артроз. Ну, это, конечно, очень грубо, потому что там много механизмов, которые могут на это влиять. Но, в общем-то, вот так можно определить, артрит или артроз. И теперь мы с вами поговорим о том, как же возникает... По крайней мере, предварительный диагноз можно самостоятельно себе поставить таким образом. Нежелательно. Но проверить сам можно. Диагнозы мы ставить не будем, потому что диагноз – это уже дело врачей. Потому что там нужно сделать несколько, несколько все-таки диагностических процедур. Как-то рентген нужно сделать. Сдать, по крайней мере, анализы, проверить, нет ли ремотоид, подозрение на ремотоидный артрит или полиартрит. Плюс надо сделать МРТ, проверить мягкие ткани, потому что рентген показывает только твердую ткань. И уже более-менее тогда можно ставить диагноз. Но на первых порах хотя бы понять, что у меня там артрит или артроз, можно вот по такому простому принципу. Ну, мобильность сустава, да? Проверить мобильность сустава. Итак, почему же болит колено? Вот к этому мы сейчас с вами подходим, к важному вопросу. Вот как не банально, мы назовем сейчас главную причину. Проблема коленовства. Как не банально, это склеус. Вот как не банально звучит. Простой склеус. Искривление нашего тела. Очень просто я вам сейчас все это покажу. Вот на примере нашего друга. Значит, как... Я бы сказал, часть. Часть нашего друга. Сегодня пришла только часть. Итак, вот мы посмотрим... Не весь он смог прийти. Не весь, да. Колено, к сожалению, потерял по дороге. Не спасли. Итак, вот у нас с вами макет позвоночника. И попробуем мы с вами сейчас смоделировать склеоз. То есть, что происходит при склеозе. При склеозе первое, что мы видим, это неправильное положение уровня подвздошных костей. Вот эти две кости таза называются подвздошные кости. И при склеозе мы видим вот такое положение подвздошных костей. Такое положение подвздошных костей. При этом крестец у нас наклоняется в эту сторону. Но крестец является фундаментом нашего позвоночника. Но мы с вами вот так ходить не будем, так? Поэтому что сделает позвоночник, стремящийся всегда к вертикальной линии? Что он вернет себя в вертикальной положении? За счет склеотических изменений. О, как! Вот это вот модель склеоза. Модель склеоза. Какое отношение эта модель склеоза имеет к колене? Все очень просто. Смотрите. Помните мультик про водяного, да? Я водяной, я водяной. Да. Вот он вот так вот... Только про склеоза там не помню сейчас. Нет, про склеоза там нет. Он так брюхо поднял, да? А, да, да. И водичка там у него булькает. Было такое. И рыбка у него там плескается. Вот это примерно то же самое. То есть мы с вами такие же водяные. 80%, а то и больше. У нас с вами воды находится. Вот вы представьте, вот мы с вами водяной. Вот это все вода. Вот это подставочка для этой воды, да? Подставочка воды. И вдруг подставочка у нас наклонилась в эту сторону. И что происходит со всей этой жидкостью? Она оттекает у нас на правую сторону. Или на ту сторону таза, который у нас опущен вниз. Теперь представьте, что на этой части, на левой стороне тела, мы носим 30% веса своего. Как я угадал. Да. И 70% вес тела мы носим с вами на правой стороне тела. И куда этот вес ложится? На правую ногу. И если мы посмотрим у людей с склеозом, мы даже увидим, что мышцы у них в ногах развиты неравномерно. Даже у спортсменов. То есть у них правая нога будет мощнее. Почему? Потому что ей приходится больше работать. В два раза больше, чем левая. А левая отдыхает. А что ей трудиться-то? Весь тело взяла на себя правая нога. А левая отдыхает в это время. Мышцы со мной работают. Когда некоторые говорят, что у меня ступни даже разного размера, это к этому же нет отношения. Кость, так же, как и мышца, если не имеет нагрузки, тоже атрофируется. Ну, нарушаются обменные процессы. Динамика – это всегда обменные процессы. И не только в мышечных тканях, но и в костных тканях, и в хрящевых тканях, и вообще во всех тканях. Поэтому движение – это жизнь. Поэтому, если мышца работает, ткань работает, то она развивается. Но здесь она развивается гипертрофировано. А здесь происходит атрофия. Где будет больше из нашего с коленой сустава? Там, где больше нагрузки. Конечно же, там, где больше нагрузки. Понимаете? То есть, нагрузка усилится. Что мы увидим первое на рентгене? Артрит с сатритом коленосустава. Мы увидим, что просвет, вот этот просвет, между бедренной и большеберцовой костью, значительно уменьшен. За счет чего? За счет того, что вот здесь, на поверхности мышелков и плата, находится хрящевая ткань. И синвяльная мембрана, которая держит внутри эту жидкость, обеспечивающую скольжение сустава. И в случае усиленного давления, хрящик быстрее стирается, а хрящик же очень нежный. Он очень быстро стирается. Это не кость, да? Это хрящик, представляете? И он очень быстро стирается. Очень быстро стирается. И что происходит? Происходят проблемы сухого трения. То есть, кость начинает тереться. И, естественно, стирается быстро. Начинаются в этом месте воспалительные процессы. Вот это как раз начинается артрит. Если ничего не предпринимается, то в этом случае мы перерастаем это в артроз. Потом нам предложат замену коленового ста. Потом инвалидность. Все. И старость. Как говорит Бубновский, мне еще напоминалось, старость приходит не через годы, а через ноги. Поэтому, если мы ограничились, ограничилось движение, начались боли, все это уже старость. То есть, я тоже всегда говорю, что наша молодость, она в наших ногах. То есть, пока мы ходим, пока движемся, пока мы активны, мы чувствуем себя достаточно активными и наполненными жизнью. Как только процесс старения наших тканей и изменения тканей становится более активным, мы перестаем чувствовать силу и энергию в ногах, все, мы сразу становимся старыми. Посмотрите, как старики ходят. Еле ноги переставляют, шаркают по полу. Видите, все это старость. Поэтому за ногами нужно следить в первую очередь. И что нужно сделать в первую очередь? Склез убрать. Убрать склез. Если этого не сделать, все вот эти пресловутые препараты, знаете, вот некоторые начинают, например, колоть контрпротекторы. То есть, это препарат, который якобы улучшает трофику или обменные процессы в хрящевой ткани. Но это глупость величайшая. Откуда контрпротектор знает, куда ему идти? В этот сустав, в этот сустав. Или он распыляется равномерно по суставам. Потом, сама по себе хрящевая ткань, она очень интересно устроена. Вот подумайте, в хрящевой ткани отсутствует капиллярная сеть. О чем это говорит? Что сама по себе хрящевая ткань развиваться не будет. Только в том случае, если хрящевая ткань испытывает нагрузку в виде движения. И вот именно движение в суставе обеспечивает трофику или обменные процессы внутри хрящевой ткани. Понятно, да? Поэтому вот этот наш, казалось бы, не такой уж и безобидный сколиоз является первой причиной развития артрита. И потом мы пошли вот по этому сценарию. Артрит, артроз, замена, инвалидность, смерть. Вы уже сказали, это девиз движение – жизнь. Движение – жизнь, да. А все ли движение на пользу? Вот. Каждое ли движение на пользу нам? Нет, конечно. Сейчас мы с вами перейдем. Я уже выступал здесь на твой баланс с такой яркой темой, да? Осторожно, йога. Не будем повторяться тогда. Не будем повторяться, да. Ну, опять немножечко пройдемся в тюгом, да? Хотя, знаете, иногда вот мне в форумах пишут, вот что вот тут против йоги выступать. Я не против йоги. Я знаю йогу. Я мало того, я сам более 10 лет был преподавателем йоги. Я занимаюсь йогой каждый день, практически без пропуска. И я, наоборот, популяризирую йогу, потому что у меня система, 4 кота здоровья, которые я людям предлагаю, включается. Первое что? Это, конечно же, устранение дефекта позвоночника, то есть устранение, в первую очередь, сколиоза. Второе. Это обязательно упражнения, причем в массе своей они должны быть в форме статической нагрузки силовой, а не растяжки. В-третьих, это правильное питание. И четвертое, чтобы не правильный жим дня. Вот 4 кота здоровья. И как вы видите, они расставлены по приоритетам. На втором месте упражнения, именно йога. Но я против неправильной йоги, необдуманной йоги. Итак, что же является причиной также неправильных упражнений? Какие упражнения являются причиной проблем коленного встава? Ну, начнем с простого. Для чего нужны связки? Вот опять экзамен вам, да? Давайте, Дмитрий, сдавайте экзамен. Мы с вами говорили о том, что связки позволяют всю эту конструкцию держать вместе, сдерживать, сделать ее стабильной. Все правильно. А для чего нужна стабильность? Идем дальше. Стабильность нужна для того, чтобы поддерживать полностью весь скелет и чтобы наши движения были скоординированы. Напомню еще раз, забыли. Стабильность нужна для того, чтобы уменьшить трение в коленном вставе. Потому что если шарик в подшипнике не будет соответствовать своему диаметру, он что будет делать? Стирать поверхность и изнашиваться быстрее. То есть стабильность нужна для того, чтобы мы говорили, чтобы сохранялся эффект подшипника, а не эффект трения. Как только связки ослабевают, начинается эффект трения. Так вот, интересный момент. Вот есть один очень известный ведущий, ортопед в Индии, его зовут Ашок Раджапал. Вот он недавно, не так давно, публиковал статью, что фактически почти всем известным преподавателям йоги в Индии он сменил коленные суставы. И ко мне уже обращались именно с проблемой коленного сустава не только занимающихся йогой, но и специалисты йоги, преподаватели йоги. Именно проблемы коленного сустава. Вот давайте разберем, в чем же ошибка йоги, где вот этот вирус, программа вирус, которая ломает наши коленные суставы, вместо того, чтобы, наоборот, сделать их здоровыми. Очень просто. Все упражнения, которые растягивают связки коленного сустава, нарушают его стабильность и, соответственно, вследствие этого усиливают трения, приводят к артриту коленного сустава. Уловили связь, да? Да, хорошо. А какие это тогда упражнения? Правильно, какие. Совершенно верно. Что же мы исключаем? В первую очередь, наверняка вы видели, что, или занимались йогой, и вы знаете, что одно из самых популярных упражнений, наклон вперед, да, из положения стоя. Утанас называется. Вот человек встает прямо и делает наклон вперед, вниз. И что мы при этом в первую очередь ощущаем? Натяжение задней поверхности ног. И еще преподаватели говорят, ноги в струнку вытянуть, коленочки подтянуть, колени загибать. Вот она ошибка. Что мы имеем в случае этого наклона? Где наши основные ощущения появляются? Вот задняя связь, когда идет. Да, мы начинаем ощущать, что наша задняя поверхность, включая связь коленного сустава и сухожилия, начинает растягиваться. И если мы раз за разом делаем это упражнение, мы неизбежно ослабим свой коленный сустав. А для чего? Вот вы можете мне адекватно ответить, для чего нам, вот они говорят, делайте наклон, растягивайте ноги. Вот адекватно ответить, для чего нужны растянутые ноги? Я тоже не знаю. Не знаю, честно. Я тоже не знаю, для чего нужны растянутые ноги. Я знаю, для чего нужно растягивать позвоночник. Для чего нужно растягивать позвоночник. Вот он, позвоночник. У нас с годами, вот знаете, что у ребенка, этот просвет, когда он рождается, составляет 50% всей длины позвоночника. Просвет. А с годами мы с вами теряем этот просвет очень важный. И что получаем? Здесь мы видим, что у позвоночника сзади. Говорится, что человек начинает расти вниз. Да, все верно. Вот они выходят, крышки нервов, так называемые радикулы. Отсюда название болезни радикулит. Вот они выходят, крышки нервов. И если вот это расстояние будет уменьшаться, то усилится давление непосредственно на крышки. А что делают эти крышки? Они управляют работой внутренних органов. Во все стороны. Туда и обратно. Прямая и обратная связь. А что такое нерв? Фактически это сосудик, жидкостью, в котором идет электрический разряд. В форме какой-то программы, да? Или команды к органу. И от органа назад. Если мы пережимаем эти сосудики, то естественно нарушается движение этого электрического импульса. Поэтому природа создала нам этот просвет. А с годами он уменьшается. Поэтому я, например, знаю, для чего нужно растягивать позвоночник. Чтобы освободить крышки нервов, увеличить просвет. И дать возможность расшириться вот этому межпозвонковому расстоянию. Для чего нужно растягивать ногу? Для меня большая загадка. Наверное, для того, чтобы испортить колени. У меня только такой есть ответ на этот вопрос. Так вот, смотрите, я неоднократно привожу такой простой пример. Ну, если бы здесь можно было, я бы показал. То есть, когда мы встаем с вами прямо и делаем наклон вперед на прямых ногах до определенного уровня. И мы чувствуем, что спина наша наклонилась под каким-то углом к земле. Да? Под каким-то углом по отношению к нашим ногам. Но как только... И мы сразу почувствуем, что на задней поверхности ног у нас появляется сильное натяжение. Но интересный момент. Как только вы согнете ноги в коленях в чуть-чуть легкий угол, вы почувствуете, что угол уменьшился. Ваша спина расслабилась и начала вытягиваться вниз. С прямыми ногами это сделать практически невозможно, потому что все натяжение идет сюда. И натяжение подколенных связок, подколенных сухожилий, связок крестообразных. Натяжение двуглавой мышцы бедра, натяжение ягодичной мышцы бедра сокращают поясничные мышцы, что вызывает, наоборот, компрессию. И мы имеем эффект следующий. Ноги тянем, а спина сжимается, как ни странно. Чуть-чуть ослабьте колени, чуть-чуть легкий уголок сделается в коленном суставе. Что произойдет? Сразу почувствую, что спинка станет мягкой, она начнет вытягиваться, а колени не будут растягиваться. И вы не будете терять вот этой вот стабильности коленного сустава. Вот где кроется ошибка. Еще какое упражнение? То же самое, только в наклоне вперед в положении сидя, пошимотонасно так называемое. Чуть-чуть согните ноги в коленях. Дайте свободу спине, дайте свободу поясничным мышцам. Вы почувствуете, как ваша спинка будет лучше растягивать. Не нужно делать акцент на растяжении ног. Не нужно. Мы потеряем с вами коленные суставы. Что еще? Какие еще упражнения опасны и вредны для коленного сустава? Все упражнения, которые уменьшают угол между голеном и бедром, меньше чем 90 градусов. То есть те же самые глубокие приседания. Приседать не вредно, но приседать нужно низко, не глубоко, не садиться тазом из земли. То есть при силе, посмотрели, угол между голеном и бедром должен стрелять 90 градусов, не больше. Вот такой угол будет безопасным. Если угол 90 градусов, тогда мы можем с вами опять-таки усилить давление и повредить низко. Что еще опасно? Есть такие упражнения, как, например, поза героя. Это когда человек делает выпад вперед и еще его просят тренера как можно глубже опустить таз, чтобы выровнять голень и бедро под ломом 90 градусов. Вот в этом упражнении сами поймите, какая сильная компрессия идет на мениски и на весь коленный сустав. У меня была одна, я проводил как-то лекцию, семинар в Праге, и ко мне пришла одна женщина, преподаватель одной известной школы йоги. И она очень сильно жаловалась на колено. Вот это, кстати, вопрос о том, что не делать, чтобы колени не болели. Пока мы идем в этом направлении. То есть мы пока как раз и обсуждаем только то, что не делать, по крайней мере. Да-да-да-да. Видимо, самое такое опасное, что встречается в нашей жизни. Хотя мы затронули тему йоги, да, и она бесконечная тема, но пока мы, видимо, сегодня только затронем вот пару моментов, связанных с тем, что же не делать, чего избежать. Что делать, чего избежать. Хотя я думаю, что в нашей следующей с вами передаче, которую мы обязательно продолжим именно по суставам, все-таки два коленных сустава у нас. Да, поэтому, видимо, две передачи, видимо, должно быть. Тем более, что мы сейчас затронули тему йоги, что как бы сейчас актуально, но мы понимаем, что большинство людей-то не йогой занимаются, тем не менее страдают. Итак, я хочу вас попросить тогда резюмировать и вот последний момент сказать о том, чего же нужно избегать. Вот сейчас тот пример, который вы начали говорить. Да, и вот она, значит, уже готовилась к преподавателям йоги одной известной школы с больными коленями. И она подходит ко мне, Игорь Михайлович, вылезьте. Я стал разбираться, что в ней. И выяснил, какие она сана делает, как она себе это вредит коленями. Я говорю, вот если вы оставите эту йогу, то все придет в норму. Я говорю, а чем же мне это заниматься? Плаванием. Видите, в бассейн и плавайте. Я приехал через полгода. Я встретил эту женщину, спрашиваю, она мне подходит, говорит, Игорь Михайлович, спасибо большое, вы меня спасли. Я говорю, да я вроде ничего не делал, никого не лечил еще здесь. Он говорит, я перестал йогой, и я наконец-то почувствовал здоровые колени. Пожалуйста. Это надо сделать заметочку, подумать, а почему это? Человек, придя на занятия йогой и пытаясь найти там здоровье, на самом деле потерял. Единственное лечение было только отказ от йоги. То есть, вот что нельзя делать на йоге. Первое. Это делать все упражнения, которые растягивают заднюю поверхность ног. Ни в коем случае ослабляйте колено. В том числе и сидя на пятках, как это часто любят делать. То же самое. Сильно растягивает связь коленного сустава. То есть, наклоны вперед только с легким углом в колено суставах. Далее. Сидеть на пятках долго нельзя. Только вот в сукхасане скрестив ноги. И то желательно с подушечкой под таз, чтобы уменьшить нагрузку на колено суставы. Далее. Исключить упражнения, которые дают резкое давление на колено сустав. В частности, это все виды позы героя вирабхадрасана, которые тоже портят колено сустав. Вирабхадрасану можно сделать, но там есть интересная изюминка. Там нужно вес перенести на ногу оставленную назад, а не ту, которая вперед, что делают ошибочно. Дальше, что исключаем для колено сустава? Бег. Здрасте. Все бегают. Все бегают. Утро. От здоровья. От здоровья бегом. Значит, смотрите. Я вообще не против физической нагрузки. Сразу предупреждаю. Что дает бег? Вот за границей, мне часто приходится ездить, там видно, что беговые дорожки, даже в парк, везде, где люди бегают, они сделаны из резины. То есть мягкая, пружинистая ткань, которая поглощает удар. С чем отличается бег от ходьбы? Удар происходит. За счет чего? За счет того, что все тело переносится в момент касания пяток. Во время бега у вас происходит прыжок. То есть есть момент, когда две ноги отрываются от пола. В ходьбе всегда одна нога остается на полу. Вот вы смотрели перед спортивной передачей, где вот есть спортивный бег и, например, ходьба. Вот кажется, ну что, взять и побежать, да? Но если они отрывают обе ноги, это уже бег. Это уже дисквалификация. Поэтому в ходьбе нет прыжка. Пожалуйста, что такое? Компрессия и на коленный сустав, и на тазобедренный, и на позвоночник, особенно на нижнего отдела, где и так компрессия уже, мама, не угорит. Поэтому что мы должны делать с вами? Бег. Вот у меня, кстати, несколько человек уже были такие тоже с коленными суставами. Я говорю, бегайте, бегайте, не бегайте. Не бегали, колени перестали болеть. Еще один момент тоже. Велосипед. Слишком велосипедом нельзя увлекаться. Ну, если раз-два в неделю прокатить на велосипеде, вот я много работаю в Германии, и там велосипед вообще, ну, мания у людей. У них никаким видом другим спортом не занимается. У них постоянный велосипед. Ну, это раз в неделю они по выходным выезжают. У меня был один человек на йоге. У него, значит, такой мацон был. Он каждый вечер после работы проезжал, там очень красивый Пятигорский гарантий, такая Машук. И вот он каждый день вечером проезжал, это 10 километров на велосипеде. И стал жаловаться на коленные суставы. Я говорю, перестаньте ездить на велосипеде. Велосипед-то чем вам не угодил? Дело в том, что во время велосипеда очень однообразная нагрузка на коленные суставы. И при очень, при многочисленных, частых трениях, ну, сами понимаете, естественно, стирание суставов быстрее, чем в обычной жизни. Что же нам с вами остается? Правильная йога, где исключается растяжка связок, где исключается сильная компрессия на коленный сустав, где исключается прыжок и частые движения. Что остается? Ходьба. Ходите на здоровье. Не придумал Бог ничего лучше, чем ходьба. А еще лучше скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба – это скандинавская ходьба с переносом веса тел на руки. То есть, вот хорошая нагрузка, хорошая динамика. С палками ходить. С палочками, да. Я сам, я инструктор в скандинавской ходьбе, причем один из первых в России. Я обучался у тех, кто обучался у тех, кто изобрел ее. А этому еще обещаться надо, как с палками ходить? Конечно. Не так-то просто. Это всем кажется, что распалочек взял, пошел. В Германии тоже популярно. 90% людей, которые ходят с палками, ходят неправильно, не получают правильные нагрузки и не имеют нужного эффекта. И вообще, чему учит скандинавская ходьба? Помните, как фильм «Служебный роман»? Спинку прямо, плечики распаял, и походочка от бедра. Вот учиться нужно ходить от бедра. Кстати, это еще в тему нашего коленного сустава. Что эти люди обычно как ходят? Таз у них закрепощен, и работают только колени, грибут. А надо учиться разрабатывать таз. То есть движение совершать от бедра. Это, конечно, не будет выглядеть так модельно, как это выглядит на подиумах. Нет. Если мы просто чуть-чуть включим таз, вы почувствуете, что и идти будет легче, и колено будет меньше напрягаться. И вообще веселее жить будет. Вот на этой ноте, что будет жить веселей, если мы будем делать все правильно и учитывать советы, которые вы даете, и дают мастера, которые действительно знают толк в здоровом образе жизни, мы закончим нашу с вами передачу, дорогие друзья. У нас в студии был Игорь Аверьянов, бакалавр натуральной медицины, автор методики «Остеобаланс», йога-терапевт. Вот наша сегодняшняя беседа касалась здоровых коленей. Эту тему мы еще продолжим. Так что до новых встреч на канале Баланс ТВ. И все наши программы, как и прежде, вы можете посмотреть на сайте balansdefiz.tv.ru. С вами был Дмитрий Чегаев. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе «В поисках бессмертия». Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поискахбессмертия.ру.